Некоторое время назад АвтоВАЗ провёл большую пресс-конференцию, во время которой были подведены итоги ушедшего 2021 года. Одним из участников мероприятия стал Олевье Марне, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ». Отвечая на вопрос канала «АвтоВАЗ», забыт ли уже проект X-Code, показанный в 2017 году в виде концепта, господин Марне сказал, что работа над проектом продолжается и намекнул на некий кроссовер, который выйдет через пару лет. Конечно же, в число новинок входит модель сегмента B, которая дебютирует через несколько лет. Но всю информацию об этом автомобиле мы раскроем позже. Сейчас слишком рано обсуждать детали. Однако никаких подробностей от французского управленца не последовало. А вот изданию «Дром» детали как раз оказались известны. Интернет-портал уверяет, что будущий городской кроссовер станет своеобразным преемником нынешней модели X-Ray. Поэтому не удивляйтесь, что сейчас на экране мы показываем именно ее. Машину построят на бюджетной платформе Renault-Nissan, которую во внутренней документации называют Renault X13. Также известно, что городской SUV оснастят вариатором, но типов трансмиссии готовятся два — передняя и полноприводная. А вот долгожданная Niva 3 будет только 4х4. Притом с механической коробкой и понижающей передачей. Внедорожник нового поколения недавно прошел стадию заморозки концепции, но конструкция и дизайн автомобиля окончательно не утверждены. Кстати, этой весной старушка Niva отметит 45-летие. И как уверяют источники, к этому празднику внедорожник, что сейчас продается под именем Lada Niva Legend, должен получить несколько приятных подарков. В комплектацию войдут фетровые подкрылки, цельно формованное напольное покрытие, а также электрический корректор фар вместо гидравлического. Кроме того, изменится блок системы Aero Glonass, а в проемах дверей появятся новые пластиковые накладки. Кроме того, АвтоВАЗ подготовит специальную юбилейную серию машин. Они будут отличаться оригинальным декором кузова и обивкой салона. Но это пока большой-большой секрет. А еще Niva осваивает новые профессии. Тольяттинские энтузиасты планируют на мелкосерийной основе выпускать седельные тягачи и бортовые грузовички. Последний получит кузов длиной более трех метров, в котором может быть установлен ручной манипулятор для подъема грузов.